1914 год. Роковой выстрел в Сараево разжег огонь Первой мировой войны. Но не подозревая, насколько тяжелым и продолжительным будет противостояние, все стороны конфликта рассчитывали одержать быструю и решительную победу. Германская империя еще до начала войны разработала собственный план действий. Немецкое командование планировало сосредоточить основные силы на Западном фронте, чтобы одержать быструю победу над Францией. На Восточном фронте Германия задействовала лишь 8-ю армию, общей численностью 200 тысяч солдат, разместив ее в укрепрайонах на главных направлениях, планируя держать оборону до разгрома Франции и лишь затем перебросив дополнительные силы проводить наступление на Восточном фронте. Австро-Венгрия, напротив, готовилась к наступательным действиям, сосредоточив на границе с Российской империей Первую, Третью и Четвертую армии, а также отдельную армейскую группу под командованием генерала Германа Кевиса. Таким образом, на границе с Российской империей Австро-Венгрия сконцентрировала около 850 тысяч солдат. Что касается Российской империи, то она развертывала войска одновременно на двух направлениях, против Германии и против Австро-Венгрии. На севере была сосредоточена Первая и Вторая армии, общей численностью 250 тысяч солдат, под командованием генерала Жилинского. А на юге разместилась Третья, Четвертая, Пятая и Восьмая армии, общей численностью 600 тысяч солдат, под командованием генерала Иванова. Общее командование Северной и Южных группировок войск Российской империи осуществлял Великий князь Николай Николаевич. Согласно планам Российского командования, основные усилия должны были быть сосредоточены против армии Австро-Венгрии, а к активным наступательным действиям Российская армия должна была приступить лишь после полного завершения развертывания частей, но вышло иначе. Дело в том, что французское командование сумело убедить Российское командование начать наступление до завершения развертывания частей и при этом нанести одновременный удар по Австро-Венгерской и Германской армии, чтобы заставить Германию перебрасывать дивизии с Западного на Восточный фронт и тем самым ослабить натиск на позиции союзников по Антанте. 17 августа 1914 года русская армия начала наступление на севере силами 1 и 2 армии под командованием Ренинкамфа и Самсонова. В этот день части 1 армии вторглись с востока на территорию Восточной Пруссии. 2 русская армия начала наступление лишь 20 августа, планируя нанести удар в тыл и фланг 8 германской армии, обеспечивавшей защиту Пруссии. В свою очередь немецкое командование выделило один корпус для сдерживания 2 русской армии, а оставшиеся три корпуса планировала использовать для разгрома 1 русской армии. Немецкие части атаковали наступающую 1 русскую армию 20 августа, поблизости от города Гумбинин. В разразившемся сражении обе стороны понесли серьезные потери. Германский корпус под командованием генерала Франсуа был вынужден отступить, а второй немецкий корпус под командованием Маккензина, который наступал южнее города, был разгромлен, потеряв более 50% личного состава. После отступления немецких частей возникла серьезная угроза окружения всей 8-й немецкой армии, из-за чего генерал Притвиц приказал своим частям начать отступление из восточной Пруссии и занять оборону на берегах реки Висла. Но в дело вмешалась германская ставка, которая приказала прекратить отступление и перебросила с западного фронта в Пруссию два корпуса и конную дивизию. Уже 21 августа Притвиц был отправлен в отставку, а должность командующего 8-й армии занял генерал Гинденбург. Новый командующий принял решение оставить две с половиной дивизии, которые должны были опираясь на созданные ранее укрепрайоны, замедлить продвижение 1-й русской армии, а все оставшиеся силы задействовать для разгрома 2-й русской армии Самсонова. В свою очередь, командование русской армии, обнаружив быстрое отступление германских войск, резонно решило, что противник покинет Пруссию и отступит на более удобные для обороны позиции, чтобы избежать окружения своей армии. Не зная о том, что 8-й немецкой армии сменился командующий, который отменил приказ своего предшественника об отступлении, командование русской армии изменило изначальный план операции, который предполагал объединение 1-й и 2-й армии для совместного наступления вглубь Пруссии. Обоим армиям был отдан приказ изменить направление наступления, чтобы перехватить отступавших немцев, не дав им покинуть Пруссию. Таким образом, русские армии, изменив направление наступления, отдалялись друг от друга, что в итоге и стало роковой ошибкой. Между русскими армиями образовался большой разрыв, чем и воспользовалась немецкая армия, атаковав фланг армии Самсонова. 26 августа немцы нанесли фланговый удар, что стало полной неожиданностью для генерала Самсонова, который, не зная о том, что 6-й корпус его армии, который наступал на правом фланге, разгромлен, продолжил наступление вглубь Пруссии. В этот же день немцы атаковали левый фланг армии Самсонова, который также не смог выдержать натиска противника. Успешные фланговые удары немцев привели к потере управления 2-й русской армии, которая начала дезорганизованное отступление, потеряв при этом около 30 тысяч солдат и 200 орудий. Узнав о случившемся, в ночь на 30 августа генерал Самсонов застрелился. Вторая русская армия была фактически разгромлена, поэтому германское командование приняло решение сконцентрировать усилия на борьбе с первой русской армией, которая в это время успела блокировать Кёнигсберг. Немецкое командование решило воспользоваться своим численным преимуществом, чтобы атаковать растянутый левый фланг противника и прижав первую русскую армию к побережью заставить ее капитулировать. Несмотря на преимущество немцев в численности и артиллерии, русским все-таки удалось отбить атаку на левый фланг. Но так как положение было критическим, 10 сентября 1914 года Ренинкамп отдал своей армии приказ начать отступление. К утру 13 сентября первая русская армия сумела отойти за средний Неман, сохранив боеспособность. 17 сентября немцам удалось не только вытеснить русскую армию из Пруссии, но и вторгнуться на территорию Российской империи, заняв города Сувалки и Августов. На южной части фронта русская армия начала наступление одновременно с наступлением восточной Пруссии. 4 и 5 русские армии атаковали по направлению городам Красник и Камаров. Но столкнувшись с ожиточенным сопротивлением 1 и 4 австрийских армий, уже 2 сентября были вынуждены отступить и занять оборону. 3 и 8 русские армии, которые начали наступление в это же время, действовали намного успешнее. Уже 23 августа 8 русской армии удалось преодолеть реку Сирет, продолжив движение вперед. 25 августа 3 австрийская армия на реке Золотая Липа попыталась остановить наступление 3 русской армии. В результате ожесточенного сражения австрийская армия была вынуждена отступить и занять оборону на реке Гнилая Липа. В новом сражении победа снова оказалась на стороне 3 русской армии, которая нанеся противнику поражение заставила его отступить. Тем временем 8 армия сумела разгромить 12 австро-венгерский корпус и создать угрозу окружения всей австро-венгерской группировки в районе Лемберга. В сложившейся ситуации австрийские войска были вынуждены спешно отступать, а в руки русской армии попали города Галич и Лемберг. Тем временем занявшие оборону 4 и 5 русские армии получили подкрепление, что позволило им снова перейти в наступление, которое в этот раз оказалось успешным. К 4 сентября им удалось разбить противника и заставить его отступать. Чтобы спасти ситуацию, австрийское командование спешно сосредоточило против двух русских армий три свои, чтобы обеспечив себе численный перевес нанести контрудар в направлении Равы Русской. Несмотря на численное превосходство противника в тяжелых боях у Равы Русской, императорской армии удалось остановить наступление противника. Уже 11 сентября австрийцы начали отступление за реку Сан. Таким образом, к середине сентября восточная часть Западной Галиции, а также большая часть Боковины оказались в руках русской армии, которая, продолжив наступление, осадила Перемышль. Добравшись до Карпатских гор, русская армия планировала начать наступление в Венгрию, так как оставшихся у австрийцев сил было явно недостаточно для организации эффективной обороны. Тем временем, в Восточной Пруссии, получив подкрепление в виде 10-й армии, русские войска перешли в наступление. Отразив контрудар немецкой армии в районе Сувалок, русским удалось уже к началу октября вновь вторгнуться на территорию Пруссии. Совсем скоро русской армии удалось выйти на линию Гумбинин-Мазурские озера и начать укрепляться на новых рубежах. Так как австрийская армия была фактически разбита, ситуация для центральных держав на Восточном фронте была критической. Чтобы не допустить катастрофы, Германия была вынуждена прийти на помощь своему союзнику. Приступив к переброске части сил в Силезию, где была сформирована 9-я германская армия, которую возглавил Маккензин. Чтобы предотвратить вторжение русской армии в Силезию, немецкое командование решило нанести силами 9-й германской и 1-й австрийской армии удары по направлению к Варшаве и Ивангороду. Наступление началось 28 сентября и развивалось довольно успешно. Продавив оборону русской армии, центральным державам удалось переправиться через Вислу и достигнуть линии варшавских фортов. Но в этом месте наступление 9-й немецкой армии было остановлено грамотно организованной обороной русских. 9 октября, получив подкрепление, генерал Иванова дал приказ начать контрнаступление. 5-я русская армия форсировала Вислу южнее Варшавы, а 4-я начала наступление из района Ивангорода, чтобы атаковать фланг и тыл группировки противника. Под натиском русских войск 1-я австрийская армия была вынуждена спешно отступить, чем воспользовалась 9-я русская армия, которая нанесла удар в брешь между 1-й австрийской и 9-й немецкой армиями, планируя зайти им в тыл. Так как остановить наступление 9-й русской армии войска центральных держав не смогли, они оказались под угрозой полного разгрома. 27 октября, чтобы избежать уничтожения, австрогерманские войска начали спешное отступление, которое, впрочем, оказалось довольно успешным, так как центральным державам удалось вывести из окрестностей Варшавы большую часть сил. Успешно отразив попытку наступления противника на Варшаву, русское командование составило план собственного наступления силами 1-й, 2-й и 5-й армии, вглубь германской империи, что позволило бы лишить Германию возможности оказывать поддержку австро-венгерской армии, а следовательно могло привести к поражению Австро-Венгрии, которой требовалось время на пополнение собственных обескровленных армий. К сожалению для русского командования, немецкое командование сумело разгадать этот план. Понимая, что после перегруппировки остановить наступающие русские войска будет сложно, немецкое командование приняло решение нанести превентивный удар, атаковав русских до того, как они успеют подготовиться к наступлению. Для атаки планировалось задействовать 9-ю германскую армию, поддержку которой должен был оказывать 3-й германский кавалерийский корпус, корпуса Позен и Бреслау, а также группа войск генерала Ворша и 4-я австро-венгерская армия. 11 ноября 9-я германская армия нанесла удар встык 1-й и 2-й русской армии, обеспечив себе подавляющее численное преимущество на острие атаки. Под натиском 9-й германской армии русские отряды были вынуждены отступить, но закрепившись на новых позициях, русским все-таки удалось остановить атаку противника. В других местах атакующие войска центральных держав не смогли прорвать оборону русской армии. Немцы начали маневрировать, что позволило им отыскать брешь в обороне русской армии северо-восточнее города Лодз. Несмотря на первоначальный успех, армии центральных держав не удалось полностью блокировать город. Кроме того, прорвавшая оборону русских группировка войск сама оказалась под угрозой окружения. В сложившейся ситуации 22 ноября группа Шефера получила приказ начать отступление. Немцам все-таки удалось не допустить окружения группы Шефера, но во время боев и прорыва на север она потеряла более 70% личного состава пленными и убитыми. Лодзинская операция хоть и провалилась, так как понеся серьезные потери армии центральных держав были вынуждены отступить на исходные позиции, но при этом неожиданное наступление немцев сорвало планы российского командования по вторжению вглубь германской империи, а командующие первой и второй русских армий были отстранены. Также в ноябре русская армия проводила наступательную операцию по направлению к Кракову и несмотря на сопротивление противника, ей удалось выйти на подступы к Кракову и Ченстахову. Но из-за первоначального успеха противника во время Лодзинской операции русская армия получила приказ покинуть окрестности Кракова и Ченстахова, вернувшись на исходные позиции. Несмотря на неудачи в Пруссии, 1914 год был довольно успешным для русской армии. Дело в том, что действия русской армии полностью похоронили немецкий план Блицкрига. Из-за сложностей на Восточном фронте германскому командованию пришлось спешно перебрасывать воинские соединения Западного фронта, что в свою очередь не позволило быстро одержать победу над Францией, как это предусматривал изначальный план. В то же время переброска немецких дивизий Западного фронта не позволила русской армии разгромить Австро-Венгрию и заставить ее капитулировать. К концу 1914 года боевые действия приняли позиционный характер, так как обе стороны конфликта были вынуждены вносить изменения в свои военные планы, понимая, что быстро одержать победу не получится. При этом никто из противников пока еще не понимал, насколько длительной и тяжелой будет война, а также то, что самые кровопролитные сражения их ждут впереди. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.